Артём Куфтырёв, бегун, опытный тренер, автор множества статей на тему спортивной подготовки. Со специалистом мы обсудили вопрос перетренированности. Что это за состояние такое? Как в него не попасть? Какие симптомы, признаки? И в случае, если состояние перетренированности всё-таки возникает, как же из него выходить и насколько это долгий процесс? Обсудили с тренером. Также подробно поговорили о теме марафона, подготовке к этой длинной и непростой дистанции, о том, насколько серьёзный стресс испытывает организм бегуна во время марафона и обсудили трагические случаи, когда марафонцы и участники забегов на другие дистанции погибают. Что может быть причиной? Ещё много о методиках и подходах к подготовке бегунов, спортсменов, марафонцев и не только. Обязательно ставьте лайк этому выпуску, пишите ваши комментарии и, возможно, вопросы под этим выпуском. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самое интересное о спорте. Именно здесь эксклюзивное интервью со спортсменами, это тренерами и репортажи за главные события. Ставьте лайк, пишите комменты и подписывайтесь. А мы начинаем смотреть выпуск. Всем спортивный привет! Артём Костырёв на связи со мной, известный тренер, гигун, опытный тренер. Множество статей интересных в интернете я перед нашей встречей Артём прочитал, поэтому уверен, что ответы твои будут точно интересны. Привет и как твои дела? Хотел спросить. Всем привет, друзья! Дела замечательные. Всё хорошо. Даже не знаю, как по-другому описать. Это отлично. Знаешь, я когда со специалистами общаюсь, людьми с экспертностью, с такими людьми интересными, как ты, то всегда интересно начать с их подхода к тренировочному процессу. Мы когда с Васей Пермитиным общаемся, он всегда говорит о своей, скажем так, приверженности норвежскому методу. А вот если я спрошу тебя о твоей методике, о твоём подходе, как ты его можешь описать? И, может быть, какие-то ключевые, вот такие, знаешь, тезисные точки, чтобы люди, которые, может быть, ещё не знакомы с тобой, с твоими материалами, поняли философию твоего тренировочного взгляда? Да, давай попробуем сформировать такой образ. Итак, первое, за что я радею, как бы, ну, я работаю преимущественно с любителями, да, у которых, соответственно, нагрузки будут отличаться от привычных методик, когда мы говорим о подготовке там к каким-то серьёзным соревнованиям, типа, начиная от чемпионатов регионов страны, заканчивая какими-то международными стартами, где требуется, ну, профессиональный подход. Поэтому одно из главных акцентов – это желание сочетать умеренный объём и разнообразие тренировок, чтобы было интересно просто этим заниматься, чтобы это не превращалось в скучную рутину, поэтому в том числе, как бы, и, соответственно, чтобы подготовка оставалась результативной, это мы никогда не исключаем, потому что, ну, запросы приходят преимущественно связанные с тем, чтобы улучшать результаты. Есть те, кто приходят просто, хотят более комфортно, скажем так, себя чувствовать, более уверенным бегуном, но в большей степени, когда хотят повысить свой результат на какой-то конкретной дистанции. И тогда приходится вот формировать план подготовки, который ограниченный по времени, у любителей временной ресурс, как правило, сильно ограничен по времени, объём, соответственно. И хотелось бы, чтобы это не становилось скучным, внедрять разные методы тренировок, развивающих преимущественно. Понятно, что просто базовые тренировки – это всегда будет кросс, какой-то ОФП, это то, что формирует нас, как бегунов. А то, что будет направлено на улучшение результата конкретной специализации, будет 10 тысяч метров, либо полумарафон, марафон и так далее, здесь уже тренировки будут сложно сочинённые и в довольно широком спектре разнообразия лежать. Так вот, для любой дистанции, так как любители, опять же, занимаются преимущественно длинными дистанциями, то главный наш акцент направлен на развитие аэробной базы. Вот это то, чем мы занимаемся круглый год. Развитие аэробной базы – это значит способность сопротивляться утомлению, как можно дольше и с как можно большей мощностью. Постепенно растёт средний темп, постепенно падает базовый пульс и, соответственно, человек может бежать с тем же усилием больше и быстрее. Вот это то, над чем нужно работать всегда. Именно поэтому длительные перерывы в тренировках, они приводят к тому, что мы теряем эти кондиции и, соответственно, опять нужно их разгонять. Но вот ты, когда начинал отвечать на вопрос, ты сказал про то, что одна из целей твоих – сделать тренировочный процесс интересным, чтобы люди кайфовали от занятия. А ты можешь, я не знаю, топ-3 правила или топ-3 инструмента, которые позволяют сделать тренировки интересными, назвать? Нет, это просто подбор разных тренировок, которые будут направлены на развитие одних и тех же качеств. То есть это не всегда типичная программа тренировок. Это вторник, там интервалы, суббота, пятница, темповый бег, выходной длительный. И вот эти типы тренировок, которые развивают определенные качества, я делаю разнообразными. То есть я добавляю какой-то игровой момент, я делаю часто акцент на переменном беге. То есть не какие-то… Тот же темповый бег, монотонный, напряженный. Мало кто его любит. Его предвкушают с опасением. Поэтому я часто его заменяю на переменный бег, на переменный вид работы. Это может быть и фортлек, и переменный бег, и прогрессивный бег и так далее. Что-то, что будет менять фокус внимания во время тренировки. И таким образом она проходит гораздо быстрее. Когда ты фокусируешься, например, только на быстрых отрезках, у тебя тренировка в два раза короче становится, если она раздроблена равномерно. Если она в какой-то другой пропорции, еще более быстрее будет проходить. Потому что все остальное, что ты проходишь в комфортном темпе, это воспринимается как отдых. Хотя в обычный день это тоже тренировка в таком темпе выполненная. Ну, например, возьмем бегуна среднего уровня. Он бежит 14 километров с разминкой 2 километра. И потом переменно тыщу быстро, тыщу медленно. И вот так он фокусирует свое внимание только на быстрых тыщах. То есть ему здесь нужно отработать. А там уж как-нибудь я отдохну, расслаблюсь и так далее. И этого километра он вообще не воспринимает. При этом общий объем получается хороший. При этом объем качественной работы тоже будет хорошим. И он доволен на финиш и удовлетворен и ментально, и физически. Такого рода разные типы тренировок, в том числе и интервальные тренировки, они могут собираться нетипичным образом. То есть не просто 5, 7, 8, 10 отрезков с каким-то определенным отдыхом. А можно делать регрессивные интервалы, когда нужно часть отрезка пробежать в умеренном темпе, ну в быстром умеренном, и финиш, например, быстро набежать. Или наоборот, начать быстро, а потом какой-то длинный отрезок пробежать с чуть меньшей скоростью, которая будет ниже порога. И при этом развивается ряд определенных качеств, таких как, например, способность организма утилизировать лактат, что очень важно для развития, в принципе, пороговых скоростей. И так далее. Таких методов очень много, и они все позволяют немного, правильно сказать, распылять внимание, которое не становится рутинным и скучным. Работа такая с головой, да, вот при планировании? Ну, в том числе, да, да. Окей. Когда, знаешь, происходит знакомство с методиками специалистов, то всегда интересно спросить и о инструментах контроля, которые использует тот или иной тренер, тот или иной специалист. Вот расскажи о тех, которые кажутся тебе наиболее эффективными, которые ты сам лично используешь и которые, да, вот просишь контролировать своих подопечных. На большом масштабе, то есть то, что могут делать все, это в первую очередь обратная связь именно их восприятие тренировочного процесса, нагрузок, которые они вбивают пальчиками прямо в ответах, что вот мне было комфортно и так далее. Потом уже я смотрю на цифры. То есть преимущественно всегда это то, что чувствует, испытывает, как он это описывает, человек, который выполнил определенный вид работы. Потому что приходят в том числе многие уже начитавшись какой-то базовой литературы, которая не всегда бывает адекватной, да, и они начинают описывать, опираясь на то, что они там прочитали, то, что они делают, а не то, что они на самом деле чувствуют. Потому что очень много конфликтных вопросов с пульсом, какой он должен быть и как его воспринимать. И поэтому многие просто иногда видят цифру 170, и они уже боятся. Начинают бояться, ограничивают себя, а по факту он даже и дышать не начинал еще на таком пульсе и так далее. Поэтому всегда в первую очередь это восприятие нагрузки. То есть есть в той системе, где я работаю, специальные инструменты для того, чтобы это схематически описать, и также комментарии, которые пишутся в приложении словами. Ну а насколько верить вот этому ощущению можно, и насколько часто оно обманывает? Это все приходит с небольшим опытом, но, как правило, верить можно на 100%. Потому что если человеку тяжело, так ему тяжело. Если вначале ему тяжело в принципе бегать, это одна тяжесть. Когда он сделал интенсивную работу, это немного другая тяжесть. Я всегда же, опять же, сравниваю с цифрами. Если ему тяжело, и у человека подготовленного пульс 140-150, и он бежит медленнее, чем обычно, ну ему тяжело, значит это говорит уже о каком-то синдроме перетренированности. Соответственно, нужно внедрять какие-то изменения. А если человек только начал бегать, и ему просто тяжело, а пульс у него нормальный, то ему просто тяжело психологически еще с этой нагрузкой справляться в первую очередь. Поэтому это всегда связка. Связка данных, которые являются и показанием часов, и, соответственно, восприятием самого человека. И единицы уже могут использовать там и лактометры, и какие-то более сложные системы в часах, которые будут показывать там... А ты сам используешь лактометры, измерение, когда бегаешь? Я пробовал несколько тренировок, я делал в свое время, измерял, но там тоже очень много, очень часто надо приноровиться, очень часто выдают неверные показания, если там попал пот немного, да, большой расход этих инструментов необходим для того, чтобы научиться и, в принципе, отработать только, когда ты используешь постоянно замеры. Они также очень вариативны в течение подготовки, и нужно правильно их интерпретировать. Поэтому как-то вот разово, редко это использовать, ну, не особо эффективно. Плюс те, у кого есть желание, проходят тестирование в лаборатории, да, где, опять же, нам выдают раскладку показаний по интенсивности, по возможностям человека. И я их тоже немного корректирую в соответствии с тем, что человек выдает на тренировках. То есть ему там говорят, у тебя порог такой-то, такой-то, а по факту он может сбежать гораздо быстрее. То есть есть естественные там показатели способностей человека на практике. То есть если мы там на панно можем пробежать в районе 40 минут часа держать, да, а ему говорят, что у тебя порог гораздо ниже. То есть он на пороге как бы по их показаниям может бежать там 2,5-3 часа, но это, естественно, какое-то ошибочное измерение, пожалели человека. И мы все-таки делаем корректировки в более естественные показания и так далее. Ну, и таких примеров. Ну, вот извини, что я тебя перебиваю. Мы, кажется, вот с Юрием Строфиловым общались, и он высказал такое мнение, что вот эти вот обследования, которые проводятся специалистами в специальных центрах, да, они могут быть менее эффективны, чем вот самостоятельные, даже замеры какие-то на стадионе. Ну, там у него есть какая-то система специальная и все такое прочее. Я так понимаю, что у тебя тоже близкое, да, к этому мнение? Да-да-да, я именно так и работаю. Я изначально, когда человек приходит любой, я тестирую его в полевых условиях. То есть он выполняет ряд специализированных тренировок. По тому, как он их выполнил, я определяю его способности, зоны интенсивности, возможности выполнять определенные объемы и недостаток силовой подготовки. То есть там буквально 5 видов тестов, которые тоже разработаны в течение, там, сколько я лет уже, с 16-го, 8 лет, да, постепенно они нарабатывались, постепенно внедрялось что-то, что-то убиралось и так далее. Вот сформировался такой блок, блок тестов, который позволяет, в принципе, профиль спортсмена составить и с ним уже работать. Пока что это, скажем так, работает процентов на 90, всегда успешно. А 10% чего там случается? Бывают уникальные особенности, там, ярко выраженные спринтеры, да, и у них тесты очень разнятся в плане составления профиля. То есть, когда у него очень хорошие способности скоростные и низкие по выносливости, тут немножко сложнее составить типичную раскладку по зонам интенсивности. Тут надо еще посмотреть какое-то время на то, как он будет дальше по тренировкам идти и выполнять их. — Окей. А вот есть специальные датчики, которые сейчас некоторые спортсмены используют, которые замеряют мощность, да, во время бега. Ты что-то такое используешь или нет? — Тоже были попытки, но что-то не прижилось. Нет, нет. Она, по сути, что мощность, что пульс, они взаимозаменяемы будут. Так, да, нет каких-то серьезных преимуществ. Если бы еще эти датчики учитывали покрытие под ногами, тогда бы бег по пересеченной местности можно было бы считывать более детально. А так оно это не учитывает, поэтому я преимущественно не заметил и как бы не стали активно этим пользоваться. А эти датчики сейчас, период, когда у нас с GPS-ом проблемы в большинстве регионов, они помогают как раз скорость бега замерять довольно хорошо. Только так они сейчас применяются. — И еще один инструмент, который, насколько я знаю, используют все спортсмены и тренеры в своей работе, это контроль пульса в покое. И вот такая история, как ортопроба, когда встаешь и замеряешь свой пульс с самого утра. Что это такое? Ты используешь? — Сейчас уже нет необходимости. У большинства часы просто даже современные для того, чтобы взаимодействовать с тренером, чтобы отчитываться. Мне кажется, у меня большая довольно группа и часов нет там у пары человек только таких современных. — Ты имеешь в виду, что они берут пульс в покое? — Они все замеряют, да, ночной пульс вот этот. И ребята отслеживают, что он в процессе тренировок. Чем длительнее тренировочный процесс, тем ниже он опускается постепенно, если не случается каких-то периодов перетренированности, переутомления и так далее. Ну, конечно, в определенный момент он выходит на плату и дальше уже не опускается, но в целом это и говорит о росте аэробных способностей, что ребята становятся выносливые, сердечно-сосудистая система развивается адекватно. — Но вот что должно случиться в часах твоего подопечного или тебя в ночи, чтобы ты там с утра забил тревогу? — Ну, во-первых, это уже отмечено многими и постоянно происходит. Если ты стоишь на пороге заболевания простудного какого-то, период эпидемии вот этих, у тебя ночной пульс растет ударов на 10-15 сразу. То есть у тебя еще нет симптомов даже, а показатели в часах уже выросли. Бывает такое, конечно, ошибочное восприятие, когда ты выполнил очень серьезную тренировку интенсивную, но это бывает довольно редко. На самом деле мы делаем все довольно умеренно, на износ тренировок не бывает, поэтому такие проявления встречаются крайне редко. Чаще всего это говорит как раз о том, что идет какой-то сбой в организме, связанный с внешними воздействиями. То есть заболел, и потом через день-два появляются симптомы, и тогда все становится на свои места. Также HRV, вариативно-сердечный ритм, она тоже растет. То есть это состояние нервной системы, которая угнетается в процессе вирусной нагрузки. Но, опять же, не всегда получается на это среагировать вовремя. То есть когда замечают, и потом уже отмалчиваются, потом уже начинают, когда симптомы появляются, вспоминать, а мне часы говорили, а мы типа не приняли. Все, когда видят план перед глазами, я вот перестал давать длинные планы, которые спортсмены видят на три-две недели вперед. Да, я больше недели не даю смотреть, и планы на соревнования вообще пишу чуть ли не в последний день. Для того, чтобы не было переживаний лишних, и вот этих синдромов отличника, что что написано, то обязательно нужно сделать. Хотелось бы вообще, на протяжении своей работы, я как бы больше воспитываю самостоятельность, чтобы могли принимать решения, когда меня нет на связи одномоментно, что при возникновении каких-то неблагоприятных условий можно внести какие-то коррективы. Постоянно это проговариваем, но, конечно, это все забывается, и хочется выполнить все до конца, хотя это не всегда идет в плюс. Тем не менее, это опыт. Окей. И еще про инструменты контроля, работы с ними. Вот есть какие-то заданные параметры тобой, как специалистам, я не знаю, пульс, который должен быть на тренировке во время отрезков, или во время чего-то еще. Насколько можно от этих заданных заранее параметров, да, и вот плана отходить уже во время тренировки именно вот, ну, например, по пульсу, да, опять же? Ну, я по пульсу редко даю тренировки. Это только когда мы говорим о какой-то горной местности, в каких-то тяжелых условиях, возможно, зимой, когда заваливается сильно снегом. Ну, я всегда сдаю тренировки, они описаны по интенсивности, ну, конечно, объем, текстовое описание, интенсивность, вся раскладка тренировки, интенсивность, темп, я имею в виду, и пульс. Плюс всегда текстом описано, у нас есть 10-бальная система нагрузки, и постепенно ребята, которые долго работают со мной, они учатся пользоваться именно ей. И когда мы не можем уложиться ни по темпу, ни по пульсу не получается, да, выходят за рамки, то мы смотрим на бальную нагрузку, к которой привязываемся в первую очередь. Это, опять же, про историю с восприятием, личным восприятием. Вот. Ну, на первых этапах это, конечно, тяжело людям понять, как это, там, 5 баллов, бежать, там, трешку на 5 баллов. Но постепенно приходит понимание, ничего страшного, мы тут никуда не торопимся, подготовка на 1-2 месяца не строится, и я в основном даже не берусь работать в таком плане, потому что, ну, бег не про это, бег – это образ жизни. Если уж ты сюда пришел, и форсировать, как бы, к одному лишь старту ни мне, ни интересное, да и никому не нужно. Окей. И вот ты уже упомянул, да, состояние такой перетренированности, которое может возникать у спортсменов. Ну, и об этом часто слышно, об этом состоянии, кто-то в него попадает или думает, что попал. А ты можешь сформулировать, что это за состояние, да, и почему оно возникает? Так, давай начнем с того, что оно не всегда возникает от нагрузок. Это может быть может быть стресс рабочий, может быть стресс бытовой, семейный и так далее. То есть это состояние, когда на организм воздействует избыток стресса, который он не способен переварить. Весь стресс совокупный и физический, и психический, и прочие воздействия, в том числе, например, вы сменили место жительства, приехали, у вас акклиматизация, это тоже стресс. Нагрузка среды, которую надо учитывать, и в этот период лучше, например, физический стресс сделать пониже, те же тренировки. Побольше спать, поменьше тренироваться и так далее. Вот. То есть это совокупный воздействия на организм, который проходит такая точка, когда он не справляется, происходит перелом, и он уже не успевает восстановиться, выйти на свое базовое состояние и постепенно угнетается, закрапывает себя все глубже, глубже в яму, если не вносятся никакие коррективы. Вот. И тут, когда такое состояние проявляется, нужно, конечно же, проводить такой мини-опрос, что происходит, все ли нормально там на работе, в семье, в отношениях, в питании, во сне и так далее, и когда находятся какие-то точки, где переломные, где что-то пошло не так, соответственно, нужно сначала выправить движение там, а потом уже заниматься тренировками. Но вот со спортивной стороны, ты как специалист, когда наблюдаешь за собой или за спортсменами, какие главные симптомы вы можете увидеть, чтобы понять, что человек входит в это состояние перетренированности? Главные симптомы это неспособность выполнить нагрузку, при этом пульсовые значения, они занижены от обычных состояний, то есть и пульс нельзя уже разогнать. Это, конечно, уже когда довольно глубоко ты перетренирован, но уже у нас есть два состояния. Состояние переутомления это когда ты устал от ряда нагрузок. Это быстро проходит, быстро лечится от отдыха там за два-три дня, в принципе, ты выправишься. И состояние перетренированности это когда уже нервная система довольно сильно угнетена и она тебе не позволяет выполнять какие-то интенсивные нагрузки. Она тебя как бы гасит. Вот это очень ярко выраженное состояние. Состояние переутомления это может быть там встретиться на одной, на двух тренировках, когда тоже человек не способен выполнить нагрузку, но пока все показания в норме. То есть по каким-то цифрам ты это не поймешь, просто он говорит мне тяжело. Ну и тут можно как бы немножко разбавить, развинуть тренировку и дать дополнительный отдых, постараться выспаться и так далее. То есть тут как бы активных действий особо-то и не нужно. Но вот перед тренированностью, вот ты говоришь, пульс, значения они падают, что-то еще какие-то может быть, как-то можно понять, да, что вот симптомы пришли? Плохой сон, апатия, отсутствие аппетита, все, вот, все состояния, которые мы испытываем при начале какого-то заболевания, да, такая утомленность, угнетенность, неприятие и так далее. Ты попадал в такое вот состояние сам? Да, много раз, много раз. И ты, главное, это вовремя не заметить, ты пытаешься продавить это состояние, дальше тренируешь, сдаешь нагрузку и только глубже-глубже уходишь, потом дольше происходит восстановление и ты на месяц как бы себя загоняешь в тоску. Но ты же вот опытный, специалист и как бы бегун, вот почему не получается избежать вот этого состояния, все равно справиться с ним? Ну, это желание, желание сделать все запланированное до конца, как бы синдром отличника, потому что не хочется отступать, делать шаг назад. Это неправильно, но это было в молодости, скажем так, это было до накопленного опыта, а когда он уже сформировался, конечно же, принимались решения быстрее и четче, и это уже не воспроизводилось вновь. Вот это состояние перетренированности, вот ты, скажем так, разделил, да, вот перетомленность и перетренированность, а интересно просто вот перетомленность, которая такая, пожестнее, да, состояние про него поговорить, оно как-то вот, ты можешь его как-то типы выделить, или это вот какое-то единое такое вот состояние, когда к федору падаешь и проваливаешься, или бывает там полегче, поменьше как-то, да, выйти полегче из такого, из такого посложнее? Ну, в разной степени, конечно же, оно разгоняется, если ты не даешь себе слабину, не даешь себе отдохнуть, каких-то, ну, отличий, я не назову, просто, чем ты дольше с ним борешься, физической нагрузкой, и не применением каких-либо методов восстановления, тем, как бы оно будет более интенсивным, и дольше придется потратить времени на то, чтобы вернуться в базовое состояние. А так, бывают еще разные состояния мышечной системы, которые тоже мешают тренироваться. Например, как это, забыл слово, когда есть гипертонус, а, гипотонус, когда мышцы вялые, и ты не можешь их заставить двигаться. Такое бывает, например, у многих, кто ходит в баню, да, на второй, на первый, второй день после бани. То есть, невозможно разогнаться, невозможно себя заставить, что-либо делать, все так ленно. Это тоже связано с определенным типом состояний после нагрузки. То есть, это фаза активного восстановления. У тебя организм пытается переварить прошлую нагрузку и не дает тебе реактивности для выполнения новой. Если оно проходит за 2-3 дня, ну, то есть, это не перетренированность. А если оно продолжается в течение, там, недель, то надо задуматься и принимать какие-то более серьезные поворотные шаги. Но тот же гипертонус, обратное состояние. Гипертонус, когда, наоборот, мышцы напряженные, ты не можешь расслабить, чуть нагрузку даешь, у тебя спазм возникает и так далее. Это, опять же, зависит от типов нервной системы самого человека, к чему он ближе лежит. У кого-то более реактивная нервная система, он постоянно в тонусе, в напряжении, у кого-то более такая лояльная, расслабленная и так далее. Но вот ты говоришь, когда мы сейчас говорили о перетренированности, я о твоем опыте личном спрашивал, ты говоришь, хочется, пытался продавить, ты сказал слово, вот это состояние. А вот это продавливание связано с тем, что ты в этот момент не осознаешь, что это именно перетренированность, как ты думаешь, что там это какое-то состояние, которое можно поднажать, и оно пройдет? Ну да, да, конечно, конечно, что какие-то твои слабости, с которыми ты сейчас сможешь побороться, и все, и дальше все будет хорошо. Но когда это состояние достаточно глубоко, ничего не помогает. И вот как раз апатия, когда возникает апатия и уже нежелание бегать совершенно, это, наверное, последняя стадия, когда уже ничего не хочется, и здесь нужно принять это состояние, уже перестать бороться, дать себе отдохнуть, переключиться, может быть, сменить фокус. Это не значит, что не надо давать никакую нагрузку. Нужно сменить фокус нагрузки. Можно убрать всю интенсивную работу, можно пересесть на велосипед, походить в зал, поработать с весами, чтобы подключились другие типы гормонов. Потому что, когда мы работаем на выносливость, это вообще такая нагрузка, которая угнетает и нервную систему, и гормональный фон снижает, тем более, когда объемы растут. А когда мы приходим в зал, берем тяжелые веса, умеренные веса, у нас подключаются, наоборот, гормоны, тестостерон, в том числе, которые позволяют себя и чувствовать лучше, и гормональный фон поднимается. Соответственно, вот такими манипуляциями можно себя вытянуть гораздо быстрее. Спринты туда же, короткие спринты, метров по 100-50, но очень быстрые, они тоже в ту же степь с нагрузкой, со штангой, да, они также поднимают гормональный фон, и как раз у людей, которые бегают, любят бегать большие объемы, в умеренном темпе, они плохо заходят. Но переключение вот именно нервной системы, гормонального фона, здесь будет очень хорошо работать на самочувствии в целом. Ну вот попал человек в это состояние, о котором мы сейчас говорим, насколько долго из него выходить, ну понятно, что разные есть случаи, вот эту вилку, интересно о ней поговорить, чтобы ты рассказал, какие бывают ситуации, сколько по времени люди выкарабкиваются. Ну, если сразу переключиться по типу нагрузки, то, в принципе, где-то за месяц можно выйти. Ну, опять же, если человек там два года себя закапывал, конечно же, придется потратить больше времени, если никто ему никогда не сказал, что вот ты находишься не в той точке, соответственно, тут все индивидуально, тут нельзя назвать какие-то конкретные сроки. Чем быстрее ты переключишься, чем быстрее ты начнешь менять что-то в своих действиях, тем меньше времени впереди на то, чтобы выйти в ноль. Но в любом случае это не неделя там, да, и не две, это все равно надо потратить. Нет, скорее всего нет. Нет, потому что когда ты понимаешь уже симптомы и состояние перетренированности, это уже значит прошло много недель в этом состоянии. Сначала это переутомление, еще одно переутомление, оно друг на друга наслаивается и, соответственно, загоняет тебя. Вот после ковида, после волны ковида, примерно в том же состоянии, после первой, я имею в виду, волны ковида, люди были примерно в таком же состоянии, которые переболели. Они пару месяцев ничего не могли. Пульс высокий при минимальной нагрузке, они не могут, скажем так, собраться и выдать какую-то хорошую интенсивность, соответственно, все блокировалось, но там физиологические причины, там было другое состояние крови и так далее. Поэтому тоже нагрузка должна была меняться на тот период. Здесь очень похоже по состоянию, что ты ничего не можешь, ты такой овощ, который невозможно растормошить, но просто воздействие немного иное должно быть. Причем в состоянии перетренированности сдавать биохимию, там анализы смотреть практически бесполезно, потому что она будет в норме. Это больше проявление нервной системы, чем какого-то физиологического типа. Когда человек прошел через этот опыт перетренированности, ты учитываешь, что ты сказал, что у тебя тоже такие случаи были, это как-то, ну то есть ты вот если правильно, грамотно оттуда вышел, то это история, которая, ну вот, забылась и все, или она может отставить отпечаток на организм, на ту же нервную систему как-то вот, или нет? Сложный вопрос. Скорее всего, может, особенно если это длилось очень продолжительное время. Скорее всего, это может и повлиять на изменение сердечно-сосудистой системы, нервной системы, но тоже я этим вопросом особо не занимался, не изучал, но скорее всего, вот это спортивное сердце, которое приводит к внезапным смертям, да, на соревнованиях, на дорожке, много историй таких слышали, возможно, это связано как раз с такими нагрузками, которые эти состояния умалчивались и нагрузки продолжали повышаться, повышаться, ну чаще всего это связано, конечно, с профессиональным спортом, когда у тебя там нет возможности отдыхать, тебе нужно готовиться, и тем более с профессиональным спортом высоких достижений, когда речь идет про Олимпиады, Чемпионаты мира и так далее. Люди, скажем так, даже не чисто, которые там, а люди на пороге к этому, близкие к этому, потому что те, кто достигли высот, они, скорее всего, делали все правильно, а сколько человек отсеялось, кто не достиг вершины, но был рядом, вот у них их бы изучать, и у них проблем должно быть гораздо больше с организмом. Хорошо, и давай эту тему закроем, так содержательно, интересно, про нее поговорили, интересно про другое спросить, у тебя там и страницы в социальных сетях довольно крупные, я уверен, тебе там спрашивают, задают вопросы как известному тренеру какие-то там проконсультируй, помоги, подскажи и все такое проще. Вот интересно, топ проблем, может быть, топ ошибок, которые ты видишь, с которым сталкиваются бегуны. Ну, топ, вот так сходу собирать всегда сложно. Вот мне кажется, самое первое, самое популярное, это фокус на незначительных вещах, так как в самом начале на каких-то цифрах, на каких-то показателях, пульс, каденс, объем и так далее. Нужно фокусироваться на своем состоянии, что ты испытываешь, когда ты бежишь и послушать каких-то опытных людей, которые тебе опишут, что ты должен испытывать и что ты на самом деле испытываешь и сравнить эти состояния. А все эти цифры, они могут обрабатываться по-хорошему, нормально, только с опытом. Ты уже будешь понимать, какие твои значения, какие тебе значения нужны для того, чтобы прогрессировать и так далее. Когда вы начинаете брать какие-то вырванные из контекста цифры у каких-то друзей из травы, из книжки и так далее и примерять их на себя, скорее всего, это не будет работать. Это не будет работать, как оно должно. Потому что там всегда это среднее по больнице, а каждый из нас это индивидуальность. И у него будет все по-другому. Это первое. Второе, это, наверное, близко к первому, это погоня за объемом. Когда мы весь прогресс, все на красное ставим, все на объем. Стараемся бегать как можно больше, не обращая внимания на то, как мы это переварим. Не обращая внимания, что это развивает. То есть, да, для любой дистанции, будь то даже какой-то трейл в горах, будь то бег по шоссе или даже по дорожке стадиона, аэробная база, она формирует твои, ну, скажем так, основные способности. Дальше там включается специфика для каждой станции своя. Но, тем не менее, к этой аэробной базе можно подойти разными путями, не обязательно только давить на объем. Объем, конечно, это самый простой путь, но он и самый губительный, если ты ограничен по времени и все вкладываешь именно только в цифры набегенности. Плюс еще, если ты не очень сильно регулируешь темп бега, темп интенсивность, которую многие завышают на обычных кроссах. И, соответственно, тоже это приводит к перетренированности. Вот. Ну и давай третье, третье, третье. Третье, сравнивать себя с другими тоже ни в коем случае нельзя. Вот через меня там прошло за много лет, я не знаю, человек 500, наверное, да, и общались и в чатах, и там писали о том, что вот у меня друг вот тренируется только полгода, бежит уже вот так, а я там тренируюсь три года и не могу его обогнать. Это все, ну, мир так устроен, просто. Мир так устроен, что мы все разные, у нас всех разный исходный уровень. Кто-то более предрасположен, кто-то менее. И поэтому, когда вы начинаете тренироваться, это, ну, непростая математика, что там один плюс один равно два, да, у вас, вы, может быть, с минус десяти начали, а он с трех. Поэтому гораздо быстрее вы придете к одной, ой, с разной скоростью придете к одной и той же точке с разным усилием. То же самое было в моей юности, когда я, мне казалось, тренировался профессионально, приезжал на соревнования, а ребята, которых я знал и которые по жизни были раздолбай, меня обгоняли. Просто они были, ну, более талантливые и им, ну, для того, чтобы мне достичь их уровня подготовленности, их уровня сформированности их организма, мне нужно было выполнить ряд тренировок. А у них это было от природы изначально. И тут то же самое. Кто-то, например, занимался в юности спортом, у него осталась некая мышечная память, некоторые настройки организма, которые им позволяют сейчас уже стартовать не с нуля. А вы там избегали физкультуру, ненавидели ее, и в том числе, да, вам придется, вам придется приложить больше усилий. Ты знаешь, как мем сейчас очень популярный в инсте, когда там две подружки такие, что типа мы сбегали с физкультуры в детстве, чтобы сейчас записаться на марафон. Таких, мне кажется, больше половины сейчас. Все понятно. Слушай, я еще хотел про добавки спросить тебя, БАДы, спортивное питание, изотоники, разумеется. Что используешь? Насколько часто, насколько что эффективно? И потому что сейчас БАДы, да, вот в социальных сетях тоже тренд, да, и очень многие там, я думаю, начинают использовать это, может быть, не совсем, да, когда это к месту и так далее. Вот интересно твое мнение. Ну, мы глубоко в это не уходим. Есть какие-то основы, базовые вещи, типа то, что расходуется в большей степени, что необходимо восполнять при объемных нагрузках, да, это опять же из соли, что мы можем принимать как в изотониках, так и отдельно в каких-то БАДах. Это магний. Магний расходуется очень сильно, а он также отвечает за состояние мышцы и нервной системы. Вот. Для поддержки иммунитета это цинк и витамины группы В. Вот. Их там тоже лучше пить на ночь. Все остальное в принципе в любое время дня. Протеин для восстановления, ускорения восстановления мышц после тренировок, после объемных интенсивных тренировок, при том, что не с целью наращивания мышечной массы, да, а просто для восполнения потерь, которые произошли на тренировке. По необходимости, если вдруг у вас, ну, вы там сдавали анализы, выявилось низкое железо, да, низкий гемоглобин, то, соответственно, какие-то периоды надо пропить железо. Но, опять же, пропить железо редко бывает эффективным. У всех желудки не особо качественные, поэтому они чаще всего не усваивают железо через желудочно-кишечный тракт, и тут работают лучше всего капельницы, когда сразу железо доставляется по адресу. Вот сколько раз не проходили через это, вот всегда приходили к тому, что приходится искать, кто может поставить капельницу, где-то назначают напрямую, более современные там врачи, которые, ну, понимают, как это работает, и что это, гораздо более быстрый метод восстановления борьбы с вылетело слово. Дефицитом? Ну да, как дефицит называется железо, когда анемия, с анемией, железнодефицитной, вот. В принципе, все остальное по показаниям, если вот что-то, где-то какие-то недостатки проявляются, можно что-то подключить, а так каких-то специальных комплексов гипоксен, он тоже сейчас уже в списке ВАДА, РУСАДА для мониторинга, это если, например, мы в гор едем, помогает быстрее адаптироваться к высоте. А он запрещен? Нет, пока нет, но его мониторит, вроде хотят запретить, так же, как в свое время. Слушай, а вот то, о чем ты говоришь, витамины, да, вот, магний, прочее, но вот ты своим, да, скажем так, спортсменом и сам, ты его просто пьешь или проходишь какую-то там кровь, сдаешь, что-то как-то ориентируешься именно на показатели или просто сезон? Нет, вот то, что я назвал практически, ну, периодами просто пью, потому в анализах это тоже не выявишь, дефицит довольно редко, если ты только очень-очень плохо питаешься, может быть, у тебя что-то будет возникать, но по сути для нормального функционирования тебе нужны высокие значения этих, этих микроэлементов, потому что в той же крови магния не так много, его больше в костях, мышцах, поэтому ты на обычном анализе крови, ну, это выявить довольно тяжело. А нет опасности, что переборщишь, что будет там переизбыток? Ну, не надо пить долго и не надо пить много, то есть ты какую-то умеренную дозировку пьешь и там, как обычно, три недели курс, за такой период вряд ли что-то переборщишь. Если посмотреть, какие дозировки рекомендованные для бодибилдинга и то, что у них продают витамины, там тысячи процентов в одной капсуле за дневной нормой. И те, кто ходит в зал, все это применяют и прекрасно себя чувствуют, поэтому, ну, я рекомендую, не рекомендую прислушиваться к этому, я говорю, что я делаю. То есть я пью умеренные дозировки периодами от трех до четырех недель. Хорошо, еще хотел тебя поспрашивать про марафон, такой финальный блок вопросов, потому что, ну, мне кажется, там, наверное, полмарафона марафона, это, наверное, главная цель, которая заряжает людей, которые приходят в бег, вот почему-то, ну, многие сразу хотят именно найти дистанцию, во-первых, это звучит классно, во-вторых, в статусе в институте поставить, что я марафонец, это тоже очень круто, вот, и все такое проще. А скажи, с твоей точки зрения экспертной, подготовиться к марафону, вот минимальный срок на подготовку, чтобы пройти марафон безболезненно, без травмы и без вреда для здоровья, какой срок должен быть в этой подготовке? Ну, шесть месяцев, я считаю, что это оптимальный период, если мы не говорим о людях, кто пришел с нуля, я вообще бегать не люблю, не умею и хочу пробежать марафон, в этом случае год хотя бы, и то может не сложиться, то есть тут надо смотреть по ходу, как пойдет, а так, если человек уже бегает, бегает десятки полумарафона, шесть месяцев оптимальный период, за который можно качественно подготовиться и пробежать марафон в удовольствие, а не настрадаться на нем. А чем грозит выход на старт марафона, ну, соответственно, добегание до финиша, в случае, если твой организм не готов? Есть такая поговорка, что марафон ошибок не прощает. Но, опять же, если у человека задача просто пробежать марафон, грозит только тем, что будет сильная болезненность мышц в течение следующих четырех-пяти дней. в остальном, может быть, какая-то микротравма появится. Зависит, опять же, от его техники бега, что там пойдет не так, стертые, сбитые ногти, натертые мозоли, это все, это физические какие-то проблемы и, может быть, некоторое выгорание, нежелание бегать в какой-то последующий период времени. Вот и все. Ничего такого фатального вряд ли может что-то произойти, что-то из ряда вон выходящее. Это, по крайней мере, это связано чаще с подготовленными спортсменами, которые умеют терпеть и могут перетерпеть состояние, когда бы ему уже пора сбавить. Вот они в более высокой группе риска, когда они могут перетерпеть и загнать себя в более глубокую яму. А неподготовленный человек, он не умеет терпеть. Он прибежит в стену и все. И побежит медленнее или пойдет пешком и так далее. Он не сможет сопротивляться этому утомлению. Как раз подготовка, работа над собой, она формирует способность сопротивляться утомлению. И чем эта способность выше, тем глубже может человек загнать себя в долг. Но не всегда это хорошо. Опять же, если у тебя все ресурсы восполнены, если ты подготовлен и готов, подготовленный и готов это разные вещи. То есть подготовленный это что-то сделал с собой с помощью тренировок, а готов это все остальное. Когда ты дал себе отдохнуть, когда ты здоровье свое поддерживаешь, не на износ работаешь, у тебя все в жизни хорошо, и ты физически, ментально готов к старту, тогда с тобой ничего плохого не случится. А вот если ты подготовленный и не готов, вот тогда можно впасть в какую-то яму, из которой придется выкарабкиваться. Но периодически все-таки в заголовках СМИ мы видим, что случается в том числе летальный случай на марафонах, к сожалению, там не такая редкость, люди умирают во время длинных и не очень забегов. Это с твоей точки зрения не может быть связано с тем, что люди как раз не готовыми выходят, их организм не выдерживает и сердце и все-проще. Нет, но это скажем так, даже я считаю, что это больше какие-то стечения обстоятельств, вероятности низкие, скажем так, недообследованные. Тут надо, конечно, смотреть каждый случай отдельно причину, причину смерти, но это точно не от того, что он взял на себя какую-то непосильную ношу физическую. Когда ты не готов, у тебя скорее всего там что-то уже в организме неправильно работало и нагрузка просто это вскрыло. То есть это значит недообследованный, невыявленная проблема. Сама по себе нагрузка одномоментно какая-то крупная, она практически не может привести к такому исходу. Это какие-то может быть многодневки, когда ты себя истощаешь намеренно, так сильно, но марафон довольно умеренная дистанция и просто человек, который к ней не готов, он ее будет преодолевать в более медленном темпе или вообще сойдет, чем с ним что-то случится. Но вот причины таких страшных трагических ситуаций, какие видишь опять же недообследованность что-то еще может быть или какие-то или это главное единственное? Мне кажется, это главное. Есть же такой стресс-тест для определения проблем с сердцем у кардиологов, когда под нагрузкой тебе берут УЗИ и смотрят ЭКГ, что происходит на пульсе от 150 или до 150. То есть большинство проблем на пульсе покоя они не проявляются. А когда даешь нагрузку, они начинают вылазить. И вот как раз может быть есть какие-то более продвинутые сейчас системы мониторинга, которые могут как раз выявить те проблемы, которые возникают под нагрузкой. То есть это не сама нагрузка их сформировала, а они уже были, может быть врожденные, может быть приобретенные за счет каких-то жизненных стрессов и так далее. А может быть за счет подготовки длительной какой-то. Но это не в момент соревнований. Ну, это мое мнение просто логически. А просто это было накопленное что-то и что проявилось в этот момент при неудачности течения обстоятельств. И вот про марафон сказали, про подготовку ты тоже рассказал, про то, что наступает после финиша марафон, особенно на следующее утро, когда люди на таких деревянных ногах выходят на улицу и часто с трудом передвигаются. У меня у самого такой опыт был, когда несколько дней тяжеловато двигаться. стресс после марафона как с ним справляться? Есть ли лайфхаки главные рекомендации? Ну, да. Смотри, опять же, стресс сильный после марафона проявляется только в двух категориях. Те, кто не был подготовлен к марафону нормально, должным образом, и тот, кто был подготовлен, но пересилил и в какой-то период марафона поднял интенсивность выше своей подготовленности, соответственно, как-то правильно объяснить. В общем, он может быть в итоге-то показал не очень высокий результат, но где-то перебрал по темпу, соответственно, это его сломало, и он добегал уже на накопленной усталости, утомлении, который будет расти с невероятностью геометрической прогрессией. То есть, если ты где-то выбрал не свой ритм, не свой темп, то, соответственно, оставшаяся часть марафона, она будет не во благо, а во вред. Вот. Как восстанавливаться? Ну, пару дней это отдых, какие-то легкие манипуляции типа самомассажа, миофасциального релиза, перкуссионного массажера и так далее. Можно сходить на второй-третий день в баню, для того, чтобы... А сразу не стоит, на следующий день? Сразу не стоит, потому что сауна, баня, это тоже нагрузка, и нагрузку на такую объемную нагрузку давать не надо. Конечно, так многие делают, и я делал в том числе, но это не приводит к хорошим последствиям, это, наоборот, удлиняет срок восстановления. Лучше подождать день-два, и потом уже все вот эти теплопроцедуры подключить. Это усиленное белково-углеводное питание в следующие три дня, для того, чтобы восполнить все потери, дефициты возникшие. Ну и постепенно, на второй-третий день можно постепенно внедрять легкую аэробную нагрузку, не обязательно бегового характера, это может быть и велосипед, и плавание, и просто быстрая ходьба, что-то, что позволит разгонять кровь, опять же, повышать обычный, ну, низкий пульс, да, чтобы процесс восстановления шли в более высоком темпе. И, знаешь, вот про еще такое, то, о чем ты сказал, о том, что некоторые спортсмены сходят с дистанции, в том числе марафона, и я помню, как-то вот в прошлом летом я бежал марафон «Белые ночи», и прям, ну, в какой-то момент там километры на 23-м, на 25-м, может быть, прямо бежишь, а по бокам вот люди прям сидят, то есть прям очень много, а потом обратно бежишь по набережной, едет вот этот автобус, который их собирает, кто не смог добежать. Вот сходить, знаешь, есть такое мнение у людей, особенно отчаянных, что сходить, ну, вот на мужика я добегу, все равно переселю себя и так далее. Вот сходить, во-первых, можно ли, во-вторых, в каких случаях и в каких случаях нужно сходить? Вот можешь ты на этот вопрос шатриться? Ну, ничего такого нет в том, чтобы сходить. Тут как бы нужно определить для себя, это проявление слабости какой-то, характера именно, когда ты не хочешь терпеть, либо это реально, когда ты сталкиваешься с какими-то внешними воздействиями, которым ты не был готов, которых ты не ожидал. Также, например, погода была слишком жаркой, да, ты уже начинаешь перегреваться и понимаешь, что ничего хорошего из завершения дистанции не получится, лучше сойти. Опять же, если ты был нацелен на конкретный результат и после двух-третьих дистанций ты понимаешь, что ты его не достигнешь, а все ставки были только на это, тебе не нужно просто пробежать в марафон, получить медальку, поставить галочку финишера, ну, наверное, тоже нет смысла дальше загонять себя в долг, потому что, ну, марафон, все-таки нагрузка большая и можно закончить его чуть раньше, быстрее восстановиться и направить свои силы на подготовку к следующему старту, может быть, подвинуть, подобрать еще какой-то старт, который будет близко к марафону. То есть, а если ты уже его добежишь, завершишь, перетерпишь, но не получишь желаемого результата, да, восстановление все равно будет длинным и придется откладывать реализацию на более длительный срок. Вот, поэтому ничего такого нет в том, чтобы сойти, я не вижу в этом проблем. Если это делать постоянно, конечно, то формируется такая привычка, что как чуть мне стало тяжело, я сразу сдаюсь. Это тоже плохо, но когда наши ожидания не сходятся с нашими текущими возможностями, то, наверное, сойти будет выгоднее. ты много говорил в течение нашего разговора о нервной системе, о работе с тем, чтобы было интересно и здорово заниматься бегом, но вот есть такой, не знаю, стереотип, или, может быть, действительно, имеющий под собой основу, скажем так, мнение, в общем, есть такое, что, когда ты сходишь, то на следующий раз будет сложнее терпеть. Ты с этим мнением не согласен? Это только если ты сразу начал привычку формировать. То есть, если ты чуть ли не с первого раза, не с первого забега и постоянно начинаешь это поддерживать, как только у тебя что-то чуть-чуть не получается, ты обязательно сходишь. Нет, так тоже, конечно, делать нельзя. Да, это уже привычка. И есть такие примеры, я сталкивался с этим. Тут это и начинает в тренировках проявляться в том числе. Тут нужно просто попробовать несколько раз перетерпеть и сравнить состояние. То есть, постоянно сходить тоже нельзя, это непонятно зачем все это. Потому что бывает, человек даже ментально не справляется с артом. Он готов физически, но он перегорает, перенервничает и просто боится. Боится не реализоваться и поэтому начинает сливать уже в сам день гонки. Все понятно. Спасибо тебе большое за этот разговор. Если у наших зрителей дорогие друзья есть какие-то вопросы пишите в комментарии. Может быть я Артема еще раз вызвоню и что-нибудь поспрашиваю. Потому что мне кажется интересные ответы. Такая экспертность, которая тоже дорогого стоит. В общем, спасибо тебе за беседу. И тебе спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok